Татьяна, вы уж не обессудьте, но не можем мы не начать с вновь представленного Пригожина, тот, который Евгений, да, сразу вспоминается просто вагоны мемов, вот, но Евгений Пригожин, не можем с него не начать, потому что Лукашенко заявил, что он не давал, Лукашенко, гарантии безопасности Пригожину, но мы-то при этом помним, что два месяца назад он хвастался, что обещает ЧВК Вагнер полную безопасность, он, мол, договорился, вывод наемника в Республику Беларусь, вот давайте я даже цитату сейчас приведу для наших зрителей, а вот кто-то не помнит. Значит, Пригожин звонит и говорит, это я сейчас вот цитирую Лукашенко, я принимаю все ваши условия, ну что же делать, остановимся, они начнут нас смочить, а я ему говорю, не начнут, я гарантирую тебе. То есть, таким образом, он пытается снять с себя ответственность за неспособность таки защитить Пригожина, за свою неспособность. Вообще, зачем ему понадобилось комментировать смерть Пригожина? Он пытается себя все-таки изобразить суверенного лидера? Смотрите, Тала, если мы сейчас оставим за скобками то, что Лукашенко лжец подонок, то в остатке мы все-таки будем иметь человека, который захватил власть и является руководителем номинальным и реальным сегодня страны. И давайте мы будем отталкиваться не от нашего к нему отношения, потому что слово Лукашенко ничего не стоит, это понятно. И вообще на данный момент, по сути, его субъектность потеряна окончательно, он висит на заборе, колышется ветром. Делает он все то, что ему говорит Кремль. Да, он периодически пытается, пытается как-то влиять на ситуацию, но возможности его минимальны. Теперь, значит, он дает гарантии Пригожину, что мочить его Путин не будет. Ну, в принципе же, Путин его сразу и не замочил. То есть, как бы, он же не обещал ему, что Путин никогда его мочить не будет. Он пообещал ему, что вот в этот промежуток времени, когда рыба ушла на дальний кордон, на Пригожину, Беларусь, то его мочить никто не будет. На самом деле, у меня есть своя версия, потому что, конечно, мы живем во времена, когда наше информационное поле рвет в клочья наш мозг. Этот мир сломался, внесите новым. Этот нужно срочно чинить, срочно, потому что люди, немножко сделаю небольшое лирическое отступление, но это важно, люди вообще не понимают 90% того, что они видят и слышат. Почему так много нужно критиков, аналитиков, экспертов, и их смотрят с запоем, причем всех подряд? Потому что люди не понимают, а что вообще происходит? Почему в очередной раз, как и в 90-е, мы видим всплеск чумаков, кашпировских, тарологов, экстрасенсов? Потому что люди не понимают, как из этого всего можно вырулить дальше. Им нужны хоть какие-то, хоть какая-то анестезия по поводу того, что по итогу все будет хорошо. Арестович со своими двумя-тремя тыжнями закончился. Он сейчас уже говорит менее приятные вещи. Так вот, и, соответственно, прослушав всех абсолютно, максимально всех, невозможно прослушать, мне не хватит столько часов в сутках, максимальное количество разных аналитиков, и добавив к этому мои знания, мою инсайдерскую информацию, я вам могу сказать, наверное, что это на самом деле с очень маленькой вилкой. Первое. Если мы возьмём информацию из открытого доступа, промониторим её всю, то никаких доказательств жизни Пригожина после 25-го действительно нет. Нет актуальных видео. И её просто нет. Всё остальное можно подделать. И в этом, кстати, сходятся все аналитики. Но, но, важный момент. Что ещё происходило на протяжении этих двух месяцев? Ведь Пригожин не просто какой-то предатель, который пошёл против своего пахана, Пригожин — держатель и достаточно большого военизированного формирования, ключей от банка, от компаний. Он держатель очень многих ниточек, верёвочек, которые ведут не к самым простым ребятишкам в Кремле. Его нельзя просто так взять и убить в один момент. Сначала он должен это всё отдать, передать. А его военную группировку, военизированную, ЧВК «Вагнер», нужно размазать тонким слоем максимально по планете. Для того, чтобы смерть их командира, а на данный момент уже всего командного состава, включая, собственно, кассира, оно не привело к ещё одному бунту и к ещё одному маршу. Потому что, как известно, если убрать лидера, то, собственно, и толпа за ним идущая, она может саморассосаться. Вот их и размазывали. Этих в Африку, этих в Беларусь, этих в МО, этих в отпуск. Тут лагерь убрали, там построили. И всё это сопровождалось, если вы помните, информационной кампании по поводу того, что Привожин не опасен, он съездил к Путину, они договорились, ребята, всё у вас будет хорошо, вы будете продолжать жить и воевать так, как вы жили, воевали, зарабатывали. Вот у вас ещё появился большой друг, значит, дитя-коровника, который уж точно о вас позаботится в прекрасном курортном месте цель. Почему курортном? Это, ну, в Беларуси, в принципе, же нет особо курортов, правильно? Но если мы берём Беларусь, то цель – это реально очень живописное место, очень красивое. С озёрами, там, с рыбалкой, с лесами. И там очень многие люди покупали квартиры и дачи, чтобы проводить там лето. А сейчас там вагнеровские палатки получаются? Ну, там же есть ещё и военный городок, собственно, на территории которого всё это организовано. Там деревню Цельб срочно оккультуривали все эти два месяца. В общем-то, даже если там не будет вагнеровцев, то жители деревни Цельтовольны. Им асфальт положили, им газ провели, там что там они, трубы, да? То есть прям заколосилось всё. Интернет, конечно, лучше не стал, но зачем деревня Цель-интернет? Там прекрасная рыбалка. Вот. Значит, вот два месяца идёт весь этот движ. И вдруг бабах. Значит, то, что Пригожин не жилец, все сказали сразу же, как только он отвернул от Москвы. Большинство аналитиков сказали, Пригожин не жилец. Теперь опять перескочим. Будем немножко прыгать до конца июня, конца августа. Значит, в конце июня мы говорили с Шейтельманом. Он как человек, который знает Пригожина, я как человек, который знает Лукашенко. Не в смысле лично, а достаточно неплохо. Да, он же аналитик у нас от Бога. Значит, Лукашенко и Пригожин на одном поле не живут. Это невозможно априори. Лукашенко не умеет выстраивать отношения на равных, а Пригожин со своей Чивака Вагнера в Беларуси поровнее Лукашенко. Потому что у Лукашенко нет армии, готовой за него умирать, а Пригожина есть. Плюс у Лукашенко куча ФСБшных и грушных агентов уже везде, которые, в принципе, в любой момент могут его легко убрать и повернуть силовой блок белорусов в нужную Путину сторону. Но если вдруг Саша что-то не то зробит, да? Поэтому максимальное количество времени, которое Лукашенко сможет играть в какие-то такие приемлемые для Кремля и его самого игры, это два месяца. Боже, как мы были правы. Дальше. Все перемещения Пригожина нам не подтверждены никакой объективной информацией. Я сейчас не предлагаю слушать генерала СВР, каких-то бывших сотрудников. Они все говорят очень грамотные вещи. Тот же Сергей Жернов, который когда говорит, прям люди сидят, верят, потом скидывают мне видео, говорит, Татьяна, а ведь вот она правда! Конечно. Вообще из любой ерунды можно сделать правду, если грамотно подобрать аргументы, и сделать акцент на нужных нюансах. Любое. Вот я вам сейчас могу доказать, что вы агент Кремля. Вы, например, да, если мы сейчас соберем данные за 25 лет нашей с вами жизни, я вообще, опять же, маленькое лирическое отступление, но важно. Я пребываю в истерике, когда недалекие люди начинают кому-то предъявлять, что 10-15 лет назад вы говорили другое. Люди 10-15 лет назад мы были другие. Мир был другим. Расстановка сил была другая. Вот этот человек, которого зовут неважно, Иванов, Петров, Сидоров, в тот момент не был негодяем и дрянью. Он был вполне себе приличным. Каким был линком 20 лет назад, и что такое линком сейчас, которому запретили гастроли в Израиле. Поэтому, алё, давайте мы не будем трогать мёртвых или тех, которые вступили вот в эту бочку с дерьмом, на эту сторону зла. Давайте мы разбираться с живыми и с собой. И в данном случае, в сухом остатке, у нас что? Пригожин – бандит. Да, он выгоден Украине с точки зрения расшатывания ситуации, но земля стекловатая. Лукашенко – лжец и подонок, который, естественно, никаких гарантий Пригожину в обход Путина давать не может. Он себе их не может дать. Завтра Путин скажет министру обороны Хренину или главе СУБЕЗа Вольфовича Беларуси, убираем Лукашенко. И они это сделают, потому что я в 2021 году сказала, что эти люди уже работают на Путина. И сегодня пребывание на территории Беларуси военной прокуратуры России, разведки России и всего остального уже подтверждено в официальных источниках непосредственно белорусских СМИ, белорусскими пропагандистами. Не нами то, что мы там три года назад говорили. «Ребята, ой, шуробица православный!» Да нет, они это уже сами подтверждают. Он себе не может дать гарантии. Он не может дать гарантии своим детям. Какой Пригожин! И поэтому, как, каким образом, когда именно был убит Пригожин, здесь может быть любая века. Как я уже сказала, скорее всего, не сразу и, скорее всего, не в самолёте. Потому что то, что всё руководство группы «Вагнер» село в один самолёт – это вред. Ну, то есть их могли туда только насильно запихнуть или как-то очень сильно обмануть. Ну, вот прям очень. И то вряд ли. Но я подозреваю, что непосредственно Пригожина убили при участии Лукашенко. Объясню, почему. Я имею в виду физически. Прямо если его убили, то убили его люди Путина при пособничестве Лукашенко, которых допустили к Пригожину. Потому что, скорее всего, после 25-го он был уже изолирован. Он был жив, но он был изолирован. Либо его убили люди Лукашенко, в свою очередь выбив из него что-то, что нужно было им. В любом случае и Лукашенко, и Путин в этом смысле сработали в связке. Смерть Пригожина выгодна абсолютно им обоим. И, как мы уже посмотрели, что сказали рты Кремля и каналы вброса Кремля. Венедиктов, Собчак, Песков. Они все, по сути, сказали одно и то же. Что частных вооруженных формирований, не подчиняющихся Министерству обороны, в России быть не может. Да ладно. А что будем делать с Кадыровым? Кстати, о птичках. Хороший вопрос, правда? Нет, ну мы пока платим, он молчит. Ну так и Пригожину платили, и он молчал. Но только немножечко кончились деньги, и немножечко другая война в Украине, чем он привык воевать в Африке. Не с топорами и не с вилами. Да, окей, хорошо, не буду оскорблять африканских там повстанцев каких-то, они тоже вооружены, они тоже, в общем-то, не с копьями воюют, но тем не менее, это все равно не тот уровень. Едем дальше. Если уж мы хотим завершить эту сказочку о Пригожине, у нас остался только один вопрос. Таки Лукашенко его убил, либо таки Лукашенко его спас, с учетом наличия двойников. Потому что весь свой последний стендап Лукашенко оправдывался. Он оправдывался сам и оправдывал Путина. Это не мы его, но само. Это разборки, и у меня даже есть информация, что на него готовилось покушение, а Вагнер жил, Вагнер жил, Вагнер будет жить. Окей. Услышали. Значит, про двойников, понятно, знают не только лишь все, разные паспорта тоже видели. Мог ли Лукашенко провернуть такую операцию? Например, договориться с Пригожиным за очень немаленькие деньги, сделать вид, что он убил Пригожина и, соответственно, его спасти. Ответ – нет. Потому что это не спасение Бакьева. Когда просто прислали самолет и вывезли его, его всю верхушку со всеми семьями из Кыргызстана – это враг Путина. И как подделать ДНК? Ну, то есть даже если так, то потом все равно выяснится на экспертизе, что это не Пригожин. Правильно? Тогда вопросы будут к Лукашенко. А что Лукашенко скажет? Простите, перепутал? Меня обманули? Нет, с него станется. Он, конечно, может. Но я не думаю, что Вова удовлетворит такой ответ. Это очень рискованно. Это гораздо более рискованно для Лукашенко не подчиняться воле Путина, чем опять начать пулять ракетами по Украине. Потому что в этом смысле, если Данилов сдержит слово, если украинская верхушка сдержит слово и ответит, Лукашенко сидит в бункере, у него все хорошо. Гибнут белорусы. А вот если Вова сказал, он пообещал и не сделал, то это крысятничество. А как мы посмотрели ситуацию с Пригожиным и многими другими, кого Путин убирал даже за менее серьезные вещи, после чего Путин убрал Немцова. Там, по сути, были. Его же очень долго их пасли везде, и в Америке, в том числе российские спецслужбы, но его не убирали после того, как он стал материться в сторону Путина. Причем я не хочу просто сейчас все это повторять, но я думаю, что наши зрители люди просвещенные, и они знают. То есть здесь вот этот вот комплекс маленького ушлепка, который мстителен, подозрителен, мстителен и ни перед чем не остановится, может сработать так, что мало не покажется. Поэтому я очень сомневаюсь, а спасти Пригожина мог только Лукашенко, больше никто, что он пошел на этот шаг. Есть очень маленькая доля у одной версии еще, опять же, потому что я раскладывала прям всех, как это еще может быть. Это если без Путина решили судьбу Путина. Вот в этом варианте, да, если это уже есть, но надо же красиво продать, правда? Это же не серьезные вещи. Матушка Россия, прости Господи, с под угрозой. И здесь уже совершенно неважно, кто что говорил, кто что делал. То, что там Лукашенко в одном предложении делает противоречивое заявление, так а Папа Римский что, нет? В одном предложении противоречивое заявление «Просвещенная Россия», в которое было 95% неграмотных. Ну, я же говорю, мир сломался, все, несите новое, надо срочно чинить этот или куда-то переселяться. Так вот, если вдруг без Путина решили судьбу Путина, и каким-то образом волшебным реанимировали историю Ельцина в 90-х годах, когда в союзном государстве Лукашенко садится на трон в Кремле, то тогда такой вариант возможен. невозможен. Но это такой заговор ФСБшников с ЦРУшниками, это, вот, я вам серьезно говорю сейчас, это, нас же как любят, о, это вот женщины собрались, тут обсуждают мировое правительство и спецслужбы. граждане, к сожалению, нам еще топать и топать от домостроя на нашем участке, да, территории, до вменяемого гендерного равенства в хорошем смысле этого гендерного равенства, а не в то, как тоже уже переначали, кому что выгодно, тот так это и преподносит. Гендерная равенства, это пять туалетов в Думе. Окей, хорошо, давайте там. Якщо, если никому не вредит, давайте так, да, так вот, это реально какой-то космический заговор будет спецслужб, причем и ФСБ, и ЦРУ, не знаю, взяли ли СБУ в долю, скорее всего, может даже и нет. Не знаю, МИ-6, ну, в общем, какого-то очень крутого пике, в котором Пригожин в какой-то момент окажется жив. Но я даже не представляю, сколько тогда, какими силами это готовилось и так, что не протекло. Потому что все равно протекает всегда, как правило, у всех везде свои шпионы. Начиная от каких-то небольших тусовок и заканчивая там, грубо говоря, канцлерами Германии, если мы вспомним Вилли Бранда, да, сколько там сидел около него ГБшный агент, штази, вернее, сори, штази. Вот, поэтому почему-то многие считают, что Пригожин еще в любом случае проявится. Ну вот, в любом случае проявится. И я, пожалуй, поясню, почему я склонна с ними согласиться. Потому что такое событие уход, убийство, предательство, неважно. Давайте, знаете, как сформулируем? Вот сейчас вообще, чтобы не гадать, он жив или мертв. Человек публично отошел от дел. Значит, соответственно, кто-то пострадал, кто-то эти дела принял, кто-то, я думаю, завладел огромным количеством информации, которой владел Пригожин. Потому что, когда я слышу про компромат, сегодня, то, пожалуй, что компромат это такая штука, которая в открытом инфопространстве сегодня теряет какую-то свою очень важную роль, если мы говорим в масштабах политической карьеры какого-либо политика, или человека, который туда пытается прийти. А вот в отношениях между крупными игроками, прямо между странами, когда кто кому что обещал, как кинул и потом кого-то подставил, вот тут это может работать. Поэтому, скорее всего, конечно же, у Пригожина было много разного, очень полезного и вредного одновременно для Путина. По сути, Путин, собственно, его же вырастил, мы помним, где бы был Пригожин, если бы через него не отмывались государственные деньги Кремля. Но это не важно для народа России. Вы же видите, что один раз они возбудились по поводу Ёршика за 700 евро, когда вышел фильм Навального про дворец Путина. И на этом, собственно, все. Дальше никому ничего, не важно. Мне иногда кажется, что в русской парадигме, чего, кстати, нет у украинцев, в парадигме русского мира руководители страны не просто имеют право, они обязаны жить лучше. Потому что они же воно сколько всего делают для нас, чтобы мы не померли по свету, не пошли. Поэтому, конечно, им дворец. Конечно, отдавайте дракону наших лучших девственниц, потому что тогда он нас не съест, а мы вот себе спокойно пойдем по вашим семь строим. То есть вот это извращенное абсолютно годами сознание на него еще прошедшие разные этапы формирования и на него еще сверху людей из телевизора, которые плохого не посоветуют, вот вам, пожалуйста, вот мы имеем абсолютно аморфную рабскую массу людей, которые сказали иди и сдохни в Украине. И вот он идет и дохнет. И, по сути, пригожен для таких людей, хоть и антипод Путина, раз он уже пошел, потому что Путин у нас в костюме царь, батюшка, золотые эти, ворота, Кремль, Воронцовский дворец и так далее, где он очень любил сниматься. Пригожин у нас человек в трусах, человек в этой, господи, как эти тюремные называют? Нары. Не, не нары, а вот эта шубка их такая зимняя, как она? А, фуфайка. Вот, фуфайка, фуфайка слово забыла, представляете? То есть, человек в фуфайке, в трусах, без каких-либо признаков, да, вот этого большого богатства, он их, он прям их. Но, и он же пошел как, не просто так, марш справедливости. И, конечно, российский народ по ходу этого марша справедливости что Путин Бегожину принес? Чипсы. Чипсы он ему принес. они не стали массово присоединяться, откапывая ли там с чердака свою дубальтовку доставая для того, чтобы, Женя, мы с тобой, так им и надо, негодяям, они, значит, наш русский народ. А ведь качал до этого Пригожин именно вот эту российскую повестку несколько месяцев. Ну, два так точно, когда были все эти его заявления по поводу того, что война нужна олигархам и по поводу того, что, значит, вас обманывают и вот все, что он делал. Качал, качал. И листовки рассылались. Живи честно, там, воюй лучше всех. То есть качали, 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 докачали, пошли маршем, а принесли чипсы. Никто не пришел с ружьем. Ну, конечно, потому что сидеть на диване, умничать, это одно. Вот. А пойти что-то сделать, это совершенно другое, это какие-то жертвы, это какая-то ответственность. А тут же как Емеля на печи. Да. Ведь, скорее всего, а я все-таки все равно настаиваю, что это был заговор, заговор, по ходу движения Пригожина должны были присоединяться массы народа. Вот. И если бы это случилось, то как тогда пулять ракеты в Пригожина? Ну, допустим, да, они же, допустим, подошли к Москве, да, вот прям подошли, прям к Москве, жилые дома еще не начались, какое-то поле, лес, речка, да, и там непросто, по вагнеровцам запросто можно пульнуть ракеты. Что, мятежники, бабах и все. А если бы они были в окружении русского народа, которого они насобирали по трассе, вот это вот Емелька Пугачев, да, вот мы с тобой, говори, что делать, не случилось. Не фартануло, понимаете, поэтому он развернулся. И с одной стороны, может быть, и надо было, как говорит Аристович, не бездеть, и дойти до Москвы, и может быть, и вышел бы кто-то там с ключами, с учетом того, что Путин-то улетел, да, Карлсон улетел. И может быть, был план Б, реально план Б, вот если не присоединяться, потому что если что-то делает контора, у них всегда есть план А, план Б, план С, и где, на каком этапе, что может пойти, не там. Но тут, возможно, Пригожин испугался и решил, что все-таки нет. Раз вот этого плана А нет, то тогда вряд ли. То тогда, скорее всего, меня подставят, мочканут, пойду-ка я как-то рыба на дальний кордон. Это был его выбор, как мне кажется. Это был выбор Пригожина. Понятно, что еще много можно рассуждать о том, что где семья Пригожина, там была ли она в заложниках, как утверждал Фельштинский. Хотя, конечно, я уверена, опять же, на сто процентов, что если семью не спрятать давно, заранее, там, хорошо, и еще приставить к ней храму около Белого дома, поселить и сказать, так, граждане в Капитолии, там, или где, неважно, где-нибудь там, да, значит, давайте я сейчас пойду Россию шапну, а вы тут за моими присмотрите. Они же там все под санкциями Пригожинская семья. Конечно. Да бог с ними санкциями. Понятно, что их никуда не выпустят, но если бы, то можно было бы как-то договориться, и их бы спасли. Если такого нет, то их из-под земли достали бы, потому что все они, такого рода люди, у них нет права, да какое право? Право есть, возможности нет. У них нет возможности на свою личную жизнь. Они все под микроскопом. Я, вы знаете, стала вроде бы человек, ну, маленький, но я не уверена, что она есть у меня здесь, в Украине, потому что я один из самых, ну, наверное, не хочу сказать ярких, я человек скромный, но людей с аудиторией, вот, людей, которые, которые в Киеве, и у них есть аудитория в Беларуси. Это не потому, что там, я хочу там как-то, не надо себя переоценивать, скромнее надо быть, но публичных личностей во всем мире всегда подпасывают все спецслужбы. Ну, давайте будем честны. И зависит только от масштаба. Он там на круглосуточном, так сказать, наблюдении, чем занято, на прослушке во всех местах. Или так, периодически, ну, посмотрите, что там он делает. Человек с кем встречается, чем занят. Послушайте про, про что говорит. Вот, вот. И уж точно такие люди. При всех службах безопасности Пригожина, при всех его там миллиардах, да, на каждого миллионера найдется свой миллиардер, а на каждые там 14 миллиардов, во что оценивается состояние Пригожина, да, есть свои 100 миллиардов и 140 миллиардов. И это игры на совершенно других ставках. В этих шахматах не будет игры с Голубем, где просто кто-то, да, захлопнет, нагадит и улетит. Нет. Голубь даже не долетит. То есть его, если он так себя будет вести, мочканут на взлёте. Вернее, даже на подлёте к шахматам. Если, опять же, закрываем тему Пригожина, это небольшая игра нескольких спецслужб нескольких ведущих стран мира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok